Муниципальное образование Челковского муниципального района было преобразовано. Муниципальное образование городского округа Челкова. В связи с этим нам необходимо переупредить положение о символике городского округа. Городскому округу своя символика. На 92-м заседании Совет депутатов принял положение о символике городского округа. К таковым относятся герб, флаг, знаки отличия, почётный грамот и дипломы и знаки различия. Последним принадлежит нагрудный знак депутата. Новую символику только предстоит разработать и одно из пожеланий депутатов, чтобы в ней прослеживалась преемственность от Щелковского района. Старая символика ушла в историю после преобразования муниципалитета в городской округ. Теперь мы ждем от администрации, когда она внесет нам уже непосредственно документы, которые будут описывать эти символы, как будет выглядеть герб, как будет выглядеть флаг, и потом совет депутатов будет принимать решение. Стараемся, чтобы все это было привязано не к какому-то отдельному поселению, а, наверное, к символике Щелковского района, чтобы была такая преемственность. На этом же заседании депутаты приняли документы, устанавливающие порядок предоставления муниципального жилья. Новое положение допускает приватизацию служебного помещения сотрудниками, проработавшими на муниципальной должности или в медицинской организации не менее 15 лет, при условии, что проживают в таком помещении не менее 10. К нам обращались неоднократно сотрудники особенного учреждения здравоохранения, которые уже проживали в служебных помещениях, особенно предпенсионного возраста. Они считали, что не очень справедливо, что они не имеют такой возможности. Поэтому мы приняли новый порядок, в котором есть вот эти изменения. Своим решением депутаты поддержали проведение в лагере юнормейц международных смен с участием делегаций школьников из городов-побратимов. Теперь на эти цели предусмотрено финансирование. Те дружеские связи, которые возникают между детьми, то ощущение именно нашей страны детьми, которые приезжают из-за рубежа, оно стоит гораздо большего. Может быть, оно стоит того, что когда-то в какой-то момент человек примет правильное решение в рамках дружбы, а не в рамках конфронтации. В этом году международная смена в лагере юнормейц пройдет 17 июля по 6 августа. В течение 14 дней молодые люди будут общаться на самые разные темы. В этом году к нам приезжает около 30 человек. Михаил Налютов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».